День юриста, посвящение в кадеты и масочный режим. В стране предусмотрены штрафы за нарушение санитарных норм. Какие? Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Пенсионная система, новые правила и первый энергоблок. Белайз заработает на полную мощность в 2022. Что еще предстоит сделать? Удар по кошельку. Без масок, конечно, не обслуживаем. Расплачиваться за клиентов и покупателей без масок будут сами бизнесмены. Какой штраф? Дело техники. Какие ошибки совершают жертвы сайта бесплатных объявлений? Попробуем пообщаться с кем-то из потенциальных покупателей. Разложим все по полочкам. Скупой платит в 100 раз больше. Кроме штрафа обязаны будут возместить и вред, причиненный окружающей среде. Лесная охрана переходит на усиленный контроль. Что стоит помнить, прежде чем достать топор? Уроки фарси поедет на Оскар от Белоруссии. Одной из съемочных площадок стал Бавруйск. Декорации на территории крепости стоят по сей день. О чем кинолента? Я солдат. Безусловно, город Бавруйск гордится этими ребятами. В городе прошла церемония посвящения в учащиеся военно-патриотических классов. Как это было? Сомнительная господдержка, президентские игры и чистое движение. Японский авторынок планирует остаться без бензиновых машин, когда перейдут на эко-версию. Непростая ситуация с COVID-19 в Беларуси находится под контролем. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко на заседании штаба Витебской области по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. Тем не менее, расслабляться не стоит. В Беларуси будут штрафовать за отсутствие маски, но не самих нарушителей. Планируется, что расплачиваться будут юридические лица, которые не обеспечили ношение защитных повязок, респираторов или щитков. Мария Бересневич узнала, как это работает. Без маски вход запрещен. Таблички с такой цитатой сейчас буквально на каждом шагу. В такси, торговом центре, кафе или салоне красоты. Если человек обслуживается без средств индивидуальной защиты, то штраф может получить как руководитель, так и юридическое лицо. Это прописано в Кодексе об административных правонарушениях. Еще один документ, измененное постановление Минздрава номер 217, плюс комплексный план профилактики COVID-19 в Бавруйске. В настоящий период времени нарушение санитарных правил и норм, это нарушение статьи 16.8 Кодекса Республики Беларусь на статье правонарушения. Информацию о том, что внесены изменения в санитарные правила и нормы, поведено до сведения субъектов хозяйствования, работало в этом направлении и управление торговли Бавруйского респолкома и Центр генной эпидемиологии. Санкция статьи 16.8 предусматривает наказание для индивидуальных предпринимателей до 200 базовых величин, а это свыше 5000 рублей. Штраф для юрлица и вовсе до 13,5. Поэтому, как вести себя с незащищенным клиентом в период пандемии, бизнесмены решают сами, так как нарушение ударит именно по их кошельку. К красоте отказать мы не можем, поэтому у нас есть одноразовые маски, которые мы предлагаем нашим клиентам. Без масок, конечно, не обслуживаем, но одноразовые есть для каждого. Также обрабатываем поверхности после каждого клиента. Возможно, иногда бывают заминочки, но 10 минуток нужно подождать. Всемирная организация здравоохранения накануне изменила рекомендации. Во время второй волны она призывает носить маски и внутри, и вне помещений, независимо от того, есть ли возможность соблюдать социальную дистанцию. Особенно это касается помещений, где не обеспечено достаточное и регулярное проветривание. В нашем магазине соблюдаются все меры по профилактике не только коронавирусной инфекции, но и вообще в общем любых респираторных заболеваний. То есть по постановлению мы не обслуживаем покупателей без средств индивидуальной защиты. Для этого у нас есть они в продаже, но если люди разного достатка, например, у человека не может сейчас позволить себе купить маску, мы выдаем бесплатно. Новая инструкция от ВОЗ распространяется как на взрослых, так и на детей от 12 лет. Малышам до 5 защитная повязка наоборот не рекомендуется. В отношении детей от 6 до 11 решение о масках должно приниматься в зависимости от конкретной обстановки с коронавирусом в данной местности, а также умение ребенка правильно носить средства защиты и возможности взрослых следить за этим. Для вас, как для покупателя, насколько важна все-таки маска и мера защиты? Ну, обязательно, потому что все-таки вирус и говорят, что хуже, чем было в том году. Мне кажется, это очень важно. Вы сами везде ходите в масках? Расскажите, как? По улице нет, но если захожу в помещение, это да. У меня родители уже пенсионеры, дети дома. Ну и я сама, конечно же, ношу маски по мере возможности стараю. Перчатки, ну и, конечно же, обрабатываю руки, потому что сейчас время такое, это очень важно. А детям одеваете маски? Да, безусловно. К слову, в России расплачиваться за пренебрежение правилами безопасности приходится самому нарушителю. Штраф до 1000 белорусских рублей. В Украине он меньше, около 20. А вот в Италии наказание за нарушение масочного режима может доходить до 1000 евро. Причем носить аксессуар 2020 там изначально требовалось как в помещении, так и на улице. Впрочем, цена на повязку в разы меньше, чем сумма возможного штрафа. Во-первых, это защита от вируса. Во-вторых, страховка для представителей сферы обслуживания. Мария Бересневич, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Экологичный транспорт, новые дискаунтеры и 58+. В стране изменится пенсионная система. Как? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Беларуси переформатируют пенсионную систему. Об этом сообщил глава правительства Роман Головченко. В частности, планируют активно развивать механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей. По словам вице-премьера, в правительстве активно прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту на уровне 40% от средней зарплаты по стране. В Беларуси утверждены новые правила работы дискаунтеров. По определению, цены в них должны быть приближены к оптовым. Торговая площадь в помещении должна быть 250-2,5 тысячи квадратных метров, а размер торговых надбавок не превышать 20%. Допускается самообслуживание и традиционное обслуживание через прилавок. К слову, в преддверии праздников март усиливает контроль за ценами на мясное и молочное сырье, а также на социально значимые товары. БелАЭС полностью заработает в первом полугодии 2022. Сейчас первый энергоблок планово отключен от энергосистемы для тестирования оборудования. Продолжатся испытания до 11 декабря. В опытно-промышленную эксплуатацию первый энергоблок собираются ввести в следующем году. Правительство будет назначать приемочные комиссии не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода. Также определят перечень госорганов и организаций, выдающих заключение о готовности к работе. Почти все население Беларуси к концу 2022-го получит доступ к сети 4G. По итогам третьего квартала около 89,5% жителей страны пользуются четвертым поколением мобильной связи. В ближайшее время она значительно расширится и на территории Могилевской области. Количество электрокаров в республике уже превысило 1600. С учетом общемировых тенденций перехода на экологичные виды транспорта, эксперты прогнозируют, к 2030-му по дорогам Беларуси может ездить свыше полумиллиона электромобилей. Появятся также электробусы, планируют развивать и грузовой электротранспорт. Декабрь принес в жизнь белорусов несколько изменений. С первого числа в стране вырастут трудовые пенсии на 5,5% и составят в среднем 513 рублей. Точная сумма будет зависеть от стажа и зарплаты до ухода на заслуженный отдых. С этого же дня наступила административная ответственность за отсутствие зимних шин. Штраф до половины базовой, сейчас это 13 рублей 50 копеек. Белорусская железная дорога традиционно запускает дополнительные поезда, всего их будет около 70. Таким образом, добраться в любую точку страны на новогодние и рождественские праздники будут проще и быстрее. А вот курить стало накладней. В среднем пачка сигарет подорожала на 5-10 копеек. Все те, кто служит закону, правде и справедливости, принимают сегодня поздравления. Белорусские юристы, отмечая свой профессиональный праздник, это адвокаты и прокуроры, следователи и нотариусы, судьи и юрисконсульты. На этих людей возложена миссия по формированию правовой культуры и уважению к закону. Фишинг – один из топовых видов мошенничества в последнее время. Так злоумышленники получают доступ к логинам и паролям пользователя. Например, жертва выставляет на продажу какой-нибудь товар с помощью интернет-площадки и сразу же получает запрос от заинтересованного покупателя. Дальше аферист под предлогом перечисления денег узнает данные карты, остальное уже дело техники. Как это работает, проведем эксперимент вместе с адвокатом. Разместим реальное объявление на сайте Куфарбай. Это будет объявление о продаже реально существующей вещи со всеми обычными условиями. И мы с вами понаблюдаем, будут ли к нам обращения со стороны, скажем так, необычные обращения, которые могут быть расценены как мошеннические, либо как преступные. И мы попробуем посмотреть, что будет происходить, какие ссылки нам будут направлять. И пример одного из разговоров, я думаю, что мы попробуем пообщаться с кем-то из потенциальных покупателей. Итак, открываем сайт бесплатных объявлений. В качестве наживки на мошенников продаем зимнее женское пальто. Выставляем все необходимые параметры. Цвет бордовый, размер XS, цена 50 рублей. Чтобы наше объявление выглядело реально, мы найдем специально подготовленные фотографии пальто. Ну давайте выберем несколько, да? Чтобы оно выглядело реалистично. И мы попробуем его описать вкратце и укажем мои контактные данные, мой реальный номер телефона, у меня подключены все мессенджеры, там есть моя фотография, есть фамилия, имя. И вот здесь мы допускаем самую первую и распространенную ошибку. Если сразу после размещения публикации телефон начинает раскаляться от сообщений, можно не сомневаться. 99% что это аферист. В бытовой ситуации человеку нужно какое-то время, чтобы осознать, пообщаться, посмотреть. То есть достаточно большой объем детальной информации запрашивает реальный покупатель. Как правило, смс приходит с кодом оператора, например, плюс 380 или плюс 795. И это уже второй звоночек. Лживые покупатели все как один и нагороднее. У них четко выверенная схема. Не проходит нескольких минут и вайбере уведомления. Покупатель девушка, есть фото, только префикс украинский. Задает вполне ожидаемые вопросы. После предлагает ту самую схему. Так, для оформления заказа, значит, необходимо фамилия, имя, отчество, адрес и номер телефона. Я все оплачиваю и вам кидаю ссылку тогда. Давайте лучше я сама отправлю наложенным платежом, велпочтой или европочтой расходы мои. Давайте адрес и свою фамилию, имя, отчество и номер телефона. Ой, не-не, знаете, меня так уже обманывали, а через европочту я коляску заказывала, все было хорошо. Там, знаете, там курьер как гарант, мне так безопаснее. Курьер приходит после получения денег, товар он проверяет на месте, и в случае удержания товара у меня есть ваши данные. Будет составляться определенное заявление? Уговорили. Ну, ты хорошо. А наложенным платежом мне уже отправляли, котовнышки. Через несколько минут мнимый покупатель присылает ссылку на европочту. Только домен не «Бай», а «Техно». Здесь просят ввести реквизиты карты, срок действия и даже ЦВЦ-код. В этот момент, когда мы вводим данные карты и подтверждаем, потенциальные преступники получают информацию о карт-счете, и, соответственно, у них появляется возможность похитить денежные средства, которые находятся на этих счетах. Причем существует несколько вариантов. Могут похитить именно ту сумму, которая фигурирует в объявлении, а может быть получен доступ полностью ко всему карт-счету, но, соответственно, все средства, которые там есть, все будут использованы. Вас, наверное, обманули. Оформите заказ на сайте европочта.бай. Так я на сайте оформляла. Этот сайт, на который вы дали ссылку, фейковый. Серьезно? А в какой город нужно отправить? А куда я деньги перевела? Не знаю. Обратитесь в милицию. Шикарно. Просто блеск. Извините, но я не смогу у вас куртку купить. Потому что потенциальные преступники, они где-то рассчитывают на человеческую, не то что алчность, но на желание получить деньги здесь и сейчас. Они этим очень пользуются. То есть нет никаких проблем. Не нужно идти на почту, не нужно стоять в очередях, не нужно самому прилагать какие-то усилия. Вот денежные средства сейчас поступят, а потом подойдет курьер в течение одного-двух дней и заберет вещь. Наверное, это оптимальный вариант для продавца. Чтобы не попасться на удочку, не общайтесь в мессенджерах. Лучше созвонитесь покупателям или продавцом и убедитесь в его существовании. Обязательно проверьте адресную строку сайта, сверьте с официальным. Если же вы все-таки решили перевести деньги на карту, то откройте свое приложение интернет-банкинга и сами осуществите операцию. Лучше и вовсе завести отдельную карту для онлайн-расчетов. Эти простые правила позволят спать спокойно. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Елка по цене леса. За незаконную вырубку символа Нового года грозит внушительный штраф. В предпраздничный период на усиленные дежурства переходит лесная охрана. На дорогах рейды проведут и инспекторы ГАИ. Жителям напоминают. Даже на перевозку купленной ели или сосны должны быть документы. Как правило, это чек о поплате с указанием места покупки. В противном случае грозит штраф до 300 базовых, а это 8100 рублей. Для физлиц санкций меньше, однако купленное дерево обойдется в разы дешевле. Нарушителям грозит штраф. Во-первых, по статье 15.22, часть 1 и 2, в зависимости от категории лесов, где будет осуществлена данная вырубка. Кроме того, физические лица, да и юридические, в том числе индивидуальные предприниматели, которые нарушат законодательство, кроме штрафа, обязаны будут возместить и вред, причиненный окружающей среде. С них еще взыскана стоимость данных деревьев. В настоящее время стоимость одной ели либо сосны составляет одна базовая величина. Первые елочные базары заработают в Беларуси 19 декабря. Старт предпраздничной торговли дадут лесозы Брестской и Витебской областей. С 20 и 21 числа к ним присоединится Грунинский регион, с 21 Минский, с 23 Гомельский и Могилевский. Всего в стране будет работать свыше тысячи торговых точек. Цены обещают самые минимальные, в ассортименте ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в катках. Церемония посвящения в учащихся военно-патриотических классов прошла в Бобруйске. На сцене Дворца искусств спасатели, военные следователи. Но это в будущем, а сейчас минуты волнения и гордости. Отныне 4 декабря для 89 мальчишек и девчонок один из самых важных дней в их жизни. Церемония посвящения прошла в концертном зале Дворца искусств. Вот-вот и наступит то самое время. Посвящение в кадеты. Клятва, старт взрослой жизни. Воспитывать в себе мужество, благородство и достоинство. Готовность всегда и бескорыстно прийти на помощь нуждающимся в ней людям. Идёмся! На сцене учащиеся 10-х классов. В одном ряду сразу 4 школы. 21-я, 27-я, 28-я, 31-я. Ребята получают образование по направлениям МЧС, Следственного комитета, а также военно-патриотической и правовой направленностей. Ребята определились с будущей профессией, и теперь им остаётся идти к своей цели. Следом за принесением клятвы ещё один важный ритуал. Вручение удостоверений на право ношения формы старшие товарищи вручают документы. С этого момента они не просто школьники, а учащиеся военно-патриотических классов. Какие у тебя эмоции после вручения уже в удостоверении, или как правильно сказать? Ну, радость. Можно немножко выдохнуть, расслабиться, всё спокойнее теперь будет. Очень волнительно, конечно же. Также гордость есть какая-то, потому что мы вступили на дорогу таких хороших профессий, которые всегда везде нужны. Кем в будущем стать хочешь? Тоже поступить на криминалиста и уже идти дальше по этой профессии. Среди гостей церемонии не только родители ребят, но и руководство города, которое не скрывает. Мероприятие важное и нужное. Безусловно, город Бобруйск гордится этими ребятами. Настоящие патриоты города Бобруйска и Республики Беларусь. Пожимаем руку, чувствовалось то волнение, потому что это для них праздник, это для них определённый шаг в новое, в новое будущее, где они себя будут проявлять как патриоты, как профессионалы, как будущие профессионалы своего дела, которое выбрали в данный момент. Коллективы города тоже подготовили подарки для учащихся и гостей праздника, песни, танцы, но и ребята не остались в стороне. Плацконцерт – фишка этой церемонии. И пусть где-то не в ногу, где-то не вовремя повернулись, неважно, главное, они вместе в одном строю. Высокий пульс мероприятию придало и присутствие заслуженных военных представителей Бобруйска на пусте от генерала, слова, которые ребята должны запомнить на всю жизнь. Учитесь и очень анализируйте обстановку. Нельзя хаять то, что сделали наши прадеды и деды. Их надо восхвалять, потому что была сложнейшая ситуация и гражданской войны, и Великой Отечественной войны, в которые наше старое поколение вышли победителями, и они создали все условия для вашей жизни. Церемония посвящения позади, а впереди у них еще целая жизнь, и они точно знают, какой она будет. Молодая гвардия, будущее нашей страны. Сегодня они сделали первый шаг к своей мечте, к своей будущей профессии. Патриотизм и любовь к родине – теперь их жизненная кредо. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Фильм «Уроки Фарси» выдвинут на премию «Оскар» от Белоруссии. Комитет рассматривал два варианта – «Военную драму Вадима Перельмана» и «Подростковый фильм 2» Влады Синьковой. Широкой публике выбранная лента была представлена на Берлицком кинофестивале. Причем здесь Бобруйск. Подробности далее. Фильм «Уроки Фарси» уже вышел в прокат. Одной из съемочных локаций стал Бобруйск. Декорации на территории крепости стоят по сей день. Это история о бельгийце еврейского происхождения по имени Жиль Кремье на календаре 1942-й. Оказавшись в концлагере, главный герой ленты выдает себя за Перса. Для него это единственная возможность остаться в живых. Ценой спасения становятся уроки Персидского, которые он вынужден давать местному повару. Но вместо этого заключенный преподает несуществующий язык, выдуманный ради выживания. Переведите 40 слов на Фарси. Тут только 39 слов. Запиши еще одно. Какое? Как насчет правды? Этот заключенный вас обманывает. Я должен выдумать 40 слов на незнакомом языке. Придумать нетрудно, а вот запомнить невозможно. Съемки русско-немецко-белорусского фильма проходили в нашей стране, в том числе на турной площадке киностудии «Беларусьфильм». Многие сцены снимались именно на территории вавройской жемчужины. Срежиссировал ленту Вадим Перельман, известный по картинам «Дома из песка и тумана», «Измены и пепел». Главной роли исполнили немец Ларс Айдингер и аргентинец Науэль Бискаерт. Актерами массовых сцен и эпизодов стали белорусы. Среди них немало бобручан. Команда очень работала профессионалов, на самом деле профессионалов. И второй режиссер, помощник режиссера, он до того людей настраивал. Вот моих собак он даже говорит, давай ближе, ближе, колония, конвой, ближе, жестче, жестче. Я говорю, да нельзя уже ближе, потому что собаки уже на самом деле, они вошли в роль так, что могут и кого-нибудь и прихватить. А ему это и нравилось. Потом актеры второго плана вспоминали, что я поросил даже в крайнюю колонну ставить, кто не боялся хотя бы собак. Вот, потому что было реально, реально было страшно. Такая концепция, сгустить краски, вот это все, нагнетание вот этой обстановки, способствовало тому, что был реально все, вот этот концлагерь. Вот эти костюмы очень-очень сильно, там молодцы, конечно, по костюму девчонки, они там, ну-ка сядь. Для своей картины о войне режиссер искал собак именно черного окраса. Так на питомник Виталия Новика и вышли. Для Верона, например, эта лента далеко не первая. За ее плечами сериал «Возвращение Мухтара. Новый след» и фильм «Солдатик». В уроках фарси немецкие овчарки снимались целых две недели. Конвоирование, сбор заключенных на плацу и выгрузка людей из машины. Обстановка на площадке, вспоминает кинолог, была более чем накаленная. Это и предполагал сюжет. В роли актеры вжились на все 100%. Вот эти собаки, вот такого разведения, с которым я занимаюсь, они хорошо мотивированы. То есть им интересно что-то делать. И съемочный день, допустим, в кино, может быть и 12 часов, а может и больше. Там могут быть переработки. То есть смена 12 часов. И не каждая собака, даже человек, вот 12 часов вот так вот походи. Ну правильно, мы заходили, где-то грелись, где-то там чай, кофе, там, ну, обед, естественно, все нормально. Но 12 часов, если нужно было отработать вот эти смены, собаки работали за вознаграждение. Вот фактически вот у меня Мухтар вот отработал за такой мячик. Я после стоп-камеры бросаю мяч. Володя Фекленко ловил этот мяч и сразу же давал. То есть в отличие, чтобы собака работала, в отличие от людей, которым можно пообещать зарплату, собака должна получать зарплату здесь и сейчас. Тогда она будет работать с удовольствием и будет работать на 100%. То есть она не будет уставать, потому что она будет понимать смысл этой работы. Когда мне нужно было успокоить собаку, после вот такого экшена, как они выражались, когда действительно напряжение возрастало, степень риска тоже возрастала, потому что собаки не успокаивались, я раздал эти мячи каждому из кинологов, каждому из помощников. И они просто из кармана их раз, чтобы переключить собаку из агрессии в добычу, они получали свою любимую игрушку. Вот это и есть их вознаграждение. В уроках Фарси Перельману удалось снять цепляющий фильм на тему Холокоста. Выдвинув на первый план не страшное зверство нацистов в концлагере, а человечность и понимание, здесь смешалась трагическая история с комедийными сценами. В основу картины на реальных событиях лег рассказ немецкого драматурга «Изобретение языка». Выход фильма в широкий прокат запланирован на весну 2021-го. Посмотреть номинант на «Оскар» уже можно в кинотеатре «Товарищ». Ближайший показ в понедельник. Цена билета – 6 рублей. К слову, на мировой премьере публика встретила картину долгими овациями. Кроме того, фильм вошел в программу специальных показов 42-го Московского международного кинофестиваля. Мария Бересневич, Павел Зуев. Итоги недели. Ограниченные полномочия, обмен пленами и вето действующего президента. Трамп планирует заблокировать военный бюджет США. В чем суть? Далее обзор громких мировых новостей. Дональд Трамп решил заблокировать военный бюджет США на следующий год. В проекте действующего президента не устроило положение, которое освобождает онлайн-посредников, соцсети и видеосервисы от ответственности за контент, опубликованный их пользователями. Трамп называет это угрозой национальной безопасности и механизм организации честных выборов. Еще в мае президент подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей. Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными. Речь идет и о тех, кто попал в плен во время недавней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, и о тех, кто оказался там до этого, пояснил Пашинян. Он также заявил о необходимости выработать механизмы возвращения других захваченных военных, информация о которых может появиться в будущем. С 1 января 2021 в Украине изменятся условия социальных выплат. Если местным пенсионерам не хватает трудового стажа, то они уже не смогут рассчитывать на них. Причем в список тех, кто будет лишен финансовой господдержки, попадают не только пенсионеры, не уплатившие в свое время необходимый объем налогов, но и граждане, которые получают выплаты по потере трудоспособности. А таких сотни тысяч человек. Новые правила затронуты тех, кто последние годы выезжал на заработки за границу. Парламент Молдовы ограничил полномочия нового избранного президента Майи Санду. Служба безопасности информации теперь не подчиняется главе государства. Ее полностью будет контролировать парламент, в том числе назначать членов коллегии ведомства и получать отчеты по национальной безопасности. Документ инициировала партия социалистов, поддерживающая бывшего президента Игоря Дадона. Японские власти к 2035-му собираются запретить на своем рынке продажу новых автомобилей, оснащенных бензиновым бензином. Министерство экономики, торговли и промышленности страны планирует, что к этому времени население полностью перейдет на электромобили и гибридные машины. Подобные меры будут способствовать значительному сокращению вредных выбросов в атмосферу. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобрус-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, новая неделя, новая неделя.